Добро пожаловать на наш канал! Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем читать духовные наставления святых отцов. Более ста лет тому назад родился знаменитый афонский старец, схерхимандрит Стефан Корульский. Особую популярность у верующих снискали его пророчества. О жизни же Стефана сведений не так много. Известно, что родился он в Сербии в 1922 году. В 1945 году коммунисты приговорили его к расстрелу. Однако чернорисцу удалось спастись. Как он сам говорит, я принялся бежать и усиленно молиться. Вслед мне летели пули, но они не ранили, лишь прожгли рубашку. Чудесный случай так впечатлил инока, что в начале 50-х годов он пешком добрался до святой горы Афон. Сначала поступил в сербский монастырь Хиландарь. Затем жил с русскими собратами в Корее. Но вскоре поселился на Коруле, пещерном скиту, где отшельники живут в самых суровых условиях. Здесь монах и провел почти 40 лет. В первые годы Схерхимандрит ежедневно служил в литургию, причем часто делал это в одиночестве. Однако вскоре весть о подвижнике разлетелась среди верующих, и к нему потянулись страждущие из разных уголков планеты. Многие паломники вспоминали, что он принимал любого человека, несмотря на его вид. А сам Стефан имел особый колорит. Он был Христа ради юродивым. Ведь так он мог ходить в спортивном костюме, иногда не креститься или другими способами, выражать свое отношение к обряду верю. Он показывал, как сейчас живут люди на самом деле. Однажды пожар уничтожил его келью, и ему пришлось две зимы прожить в пустой пещере. Оттуда его, ослабшего физически, увезли в сербский монастырь Сланце под Белградом. Там Корульский и умер в 2001 году. Особенно тепло Стефан встречал русских. Язык знал плохо и часто переходил на сербский. Но гости утверждали, несмотря на это, сказанное всегда оставалось ясным и понятным. Однимский архимандрит рассказывал, как сложится их дорога, другим будет ли счастье в жизни. Но нередко говорил он о вещах более глобальных. Подвижник утверждал, что ему являлась Божья Матерь и открывала грядущие мировые события. Одно из видений повествует, что в начале 21 века на землю обрушится водная стихия. Вот что говорил старец. Америка тогда пропадет страшно. Начисто. Американцы будут бежать, стараться спастись. Да, так будет. А вот тем, кто живет в России, советую беречь свои дома, поскольку именно туда хлынут миллионы беженцев. Из-за океана они займут каждый уголок, который был безлюдным до этого. Берегите свои жилища. О двух державах он обычно так говорил. Америка мечтает стать сильнее России. Но чаянием политиков не суждено будет это сбыться. Зависть приведет их в большой тупик. А война? Ну, что война? В начале века американские масоны дали денег Японии для войны с Россией. Во время сражений многие даже видели, как ангелы забирали душу погибших христиан на небо. Во время Второй мировой, когда воевали безбожники, подобного уже не было. Америка, кстати, скоро рухнет. Пропадет. Страшно пропадет. На планету обрушится водная стихия. Но Россия ничего не грозит. Ее территории останутся практически в неизменном виде. А вот другим же странам придется намного хуже. А больше всего пострадает североамериканский континент. Из-за этой мировой катастрофы люди снова начнут заниматься натуральным хозяйством, чтобы обеспечить себя пищей и выжить. Среди вынужденных гостей беженцев из-за океана, хлынувших в Россию и Сербию, найдутся люди, которые захотят получить все и сразу, в том числе и уже обжитые жилища. Но вы знаете, берегите свои жилища. Вот что было мне открыто. Знаете, многие страны сгибнут без следа. Их поглотит вода. А Россия выстоит. Вот хуже всем только придется американцам и европейцам. А русские должны объединяться. Они должны принять тех, кто пришел с миром, и не дать захватить себя тем, кто принес зло. А главное, они не должны забывать о Боге, о силе молитвы. Молитесь, кайтесь, и тогда все будет хорошо. Начнутся землетрясения. Много стихий пройдет по земле. Но вы исповедуйтесь, причащайтесь, ничего не бойтесь. Исповедь — это ключ от Царствия Небесного. Запомнили вы или нет, я вам сказал все. Будет война или нет, знаете, что делать. Люди боятся сегодня двух зол, болезней, войны. А их надо использовать во благо. Недавно после урагана, когда я таскал поваленные деревья, заболело вдруг в мое сердце. Голова стала горячей. Но я говорю, слава Тебе, Господи. И все прошло. И за болезнь, и за смерть. За все благодарить надо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Психи Архимандрит Стефан Корульский. Спасибо всем за внимание и до встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok